еще раз добрый вечер поехали Александр Алексеевич на месте вообще удивительный феномен крупнейший специалист по садоводству вот он мой друг это меня возвышает так Елена добрый вечер виноградов травя вот всем добрый вечер Валентина здравствуйте плюс 30 3 недели не было дожди у вас 3 месяца сегодня что-то капало слышали я думал сейчас разразится гром сейчас такой лень будет опять мимо так а я испугался придется компьютер выключить от молнии Евгений доброго дня Эльвира добрый вечер из Башкирии Ильичихина добрый вечер мы есть же люди наши люди всегда на месте Семен Альтерн здравствуйте Муза добрый вечер так Муза и как вы знали бы как я рад вашему нашему знакомству Сергей Александрович здравствуйте Сергея Кузнецова Казачинская приветствует Севенина Архангельская жара 30 градусов в кустах собирает жмусь нормально я жмусь знаете как прокололся да хрен бы знал что ей нужно солнце столько посадил близко к грошам груши выросли заслонили свет все растут прирост и дают плодов мало измельчали все виновата это тень вот ну а вы же правильно жара 30 вот у вас и громало есть еще собирать Кузнецова приветствую у меня многие сеянцы маджурцы посажены в этом году образцы скелетными веточками высота 58 сантиметров лист не мелкий хочу оставить несколько как они собственно какие оставить ранее задавал подобный вопрос про привитый абрикос на сливе вы сказали что получилось химера когда я говорю получилось химера это не значит что она расти не будет у меня весь сад химиористы химер вот я просто хочу чтобы немножко различали ну то есть как бы мы были уже другой уровень наука считая так химера жить не имеет права почему а какие объяснения химера не имеет права жить потому что химера все понятно нет а вот а мы с вами будем выращивать химеры а то что там перемешаны гены по двое и прямое это еще не значит что она недолговечна вы видели сколько за эти коды показали за пять лет пятый год сколько показал этих химер сотни вот ну а что касается что вы хотите оставить как они собственные какие ясно мельче листочки но другого способа не вижу пока мельче листочки хотя это не факт это только первые прикидки татьяна фёдорова федосеева здравия влад нижненого привет из нижнего и вам тоже привет жара бухтияров привет с казахстана всегда на месте сергей кузнецову подскажите пожалуйста прошел град диаметра полтора сантиметра не мелкий побил плоды яблони сливая лучи листья все прострелены как с ружья плоды с мятиной которые отпали которые остались что будет с ними что можно сделать чтобы не пропали ну я не считаю конечно что именно град являются естественной причиной естественно я считаю солнце ожоги морозобойных их нельзя не замазывать не бороться не дерьмом этим корою не к современными какими-то средствами ничего нельзя делать а град это все-таки явление физическое это калеченье вот здесь получается так варианта 2 или ничего не делать или можно как-то прикинуть знаете что получается получается что если корневая целая систем целый он способен быстро быстро а впереди второй этап осеннее сокодвижение остается вариант не трогать не трогать вот почему все равно каким-то способом раны залечит а ему беднее как его залечивать мы ничем поможет ним не можем у них а так они скорее значит больные и первый этап не трогает а второй этап следить на искорительное дерево начинает нападать сокососущие и сокожрущие и листогрызущие насекомые так я пересел вспомните это пальцы загибал вот они все попытается жрать ослабленное дерево ослабленные деревья вот и тут когда вы их увидите пля будет скручивать чаще обычного дерево больно потерял иммунитет придется брать ядохимикаты в рот и что получается покупаете эти самые это химикаты но не те которые борются с грибами ты которые борются с насекомыми это легко определить по этикетке вначале вы спрашиваете у продавца он сам скажет а есть вот это вот это вот это вот это а потом когда вы открываете инструктор должны быть перечислены гусеницы жуки пля вот как через запятую вот это и надо и видя что дерево подвергается опасности то есть мало того что на нем уже раны понаделали имена именно раны понаделали эти град так еще и жрут их теперь еще и насекомые то есть добивает добивает это паночки тогда вы опрыскиваете я еще раз говорю опрыскивать первый раз купили яд какое-то одно дерево посмотреть не сгорело ли не посунули ли вам халтуру особенно если ядохимикат незнакомый все же видите как человек хотят вот говорят средство от мух давайте спасать от тлей вот это дикость помните средство тараканов давай намазывать на штамбы чтобы муравей тонули в этом липли средство тараканов просто умельцы такие которые лишь бы на вас заработать и вот такой же случай ядохимикат от чего могут сгореть листья начале пробное опрыскивание все в порядке тогда уже прескайте все подряд вот если скручивать листья если появились гусеницы начинают раскладывать в общем и так далее так далее мы это проходили вот так надо с градом первый этап смотреть а по ходу бороться уже с последствиями града а дальше дерево себя залечит привет садоводов со смолечины так вот нижнего город в этом году нашел на прошлогодний грязь и одну вишню жуковского ухты зашла хорошо растет или сочень крупный еще бы я вам помните фотографию показал оставить как они собственную или привести череши знаете через чем привать найдите этих вот вишни они дают множество отводка вашему саду соседнюю саду где угодно в заброшенном саду вот на них и защитить привать и черешни а вот та которая вот это она уже вишни черешни она как минимум уйдюхом судьба у нее такая умудрилась вырасти давайте пусть живет хороший ответ пусть живет так может выращивать косточки вишни жуковского да в этот самый хорошо мой друг черномая нормально считал что у дюкова семян могут проблемы с поздношением проблемы не у дюкова семян проблемы только зависит у всех и у дюкова и у вишни черешин у всех у всех у всех только связано с попалением только с попалением в саду должно быть все яблони ой не то значит вишни черешни и гибриды вишни черешни во скобках дюки вот тогда будут плоды только туда будут плоды а то посадил дерево и ждет ну и ждите так теперь кто-то написал это тоже влад каждый понедельник 16 мк здесь проходит вебинар ну что ж понятно мы нельзя здесь все вместе так будет ли в этом году человеке от тоторого ему большой респект черешники прекрасно идут и урая на сливы на тернии огромный просто вот было бы здорово если он рассказал о своих сливов лучах тернии как я считаю самым урожайным из-за своих пустыми какие по двое агротехника или вот фильм снять более подробно старый фильм поверхности до поверхности вот если бы вот такие советы если бы кто-то сказал вот это тысяча рублей и взять и кто-то ровут потому что вы сами видите фильм поверхности надо ходить по саду надо вопросы задавать надо все подробно делать долгие фильмы не получается я обычно делаю 20-30 минут пять фильмов уже получается от еще более так что совет хороший вот почему-то все считают что за все должны один платить иногда даже обидно становится я за первое 250 фильмов выложил 250 тысяч это факт это исторический знают все вот те софига были очень сложные с множеством фотографий очень много труда вкладывал андрей я по мере не называю вот четверть миллиона я выложил а тут да конечно надо фильм делать мне многие а у этой вашей фирмы это самая неполноценная я хочу этот самый лекцию пункт 1 пункт 2 а где же это я же не ученый что с меня взять то металлурга так расскажите пожалуйста по абрикосик крупно плодный скатал уже сергей авария то есть срок созревания высота дерева значит это бывший академик один из вариантов вот сроки созревания опять же средняя высота дерева средняя ну какая средняя 5-6 метров вот дальше что еще а что вы еще спрашиваете 7 санкционирование средняя это значит что не сильно ранее не сильно позднее ну конец июля да вроде все спросили я все сказал а а и а и и и